Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Программы памятных мероприятий в Армении и Франции к 24 апреля. Символы Западной Армении – Веретна. Уроженцы Западной Армении – Патрик Деведжан. Армянская идентичность и символизированные армянские женщины. Создание азербайджанского поселения Талиш за счет армянского населенного пункта. Ответ Усулафон де Лаэн – Женщина Марцаха. После восьмилетнего перерыва в церкви Супки Ракосте Гранакерта отметили праздник Затых. Программы памятных мероприятий в Армении и Франции к 24 апреля. Мероприятия пройдут в присутствии членов Национального совета Западной Армении и правительства Западной Армении. Марсель 12 апреля в 18.15 в присутствии президента региона Рена Музалей – церемония открытия флага. Круглый стол 21 апреля 2023 года в Бурдле-Валан сможет ли против армян повториться новый геноцид. 23 апреля в 11.00 в армянском центре Женевы – литургия и возложение венков Национальным советом Западной Армении. 24 апреля в 11.00 в церемонии поминовения жертв геноцида против армян – возложение венков в Лионе. 24 апреля в 11.00 в Манделе-Лан-Напуне – церемония поминования жертв геноцида против армян – возложение венков. 24 апреля в 12.00 в возложение венков к мемориалу Цезарнака Берт, увековечивающему память жертв геноцида против армян в Ереване. 24 апреля в 15.00 в Каннах, церемония поминовения жертв геноцида против армян. 24 апреля в 15.00 в Антибе, церемония поминовения жертв геноцида против армян, открытие мемориального камня, возложение венков. 24 апреля в 17.00 в Бронне, церемония поминовения жертв геноцида против армян. 24 апреля в 17.00 в Драгиняне, память жертв геноцида против армян, возложение венков. 29 апреля в 11.00 в Ереване памятник Цырнакоберт – официальная церемония Западной Армении. Символы Западной Армении – Веретна. Вчера я посетила пантеон жертв Дуамона в Веретне. Каково было мое удивление, когда среди гербов городов, принесших жертв своих сыновей во время ужасной резни, на золотой оправе я увидела гербы Сисы Ивана. Нынешней Франции не помешало бы вспомнить, что она представляла и продолжает представлять для армян, и что армяне для нее особенно в конфликте с Азербайджаном. Армяне всегда были беспристрастны между Францией и ее врагами, никогда не сталкивались друг с другом, отличали добро от зла. Нам остается только осудить коварную, неизменную судьбу той страны, которая когда-то несла факел человечества и была известна своим прогрессом и человечностью. Лорай Лелекя. 11 ноября в связи со столетиям перемирия, вспоминая участников Первой мировой войны, ареной войны на Восточном фронте была Западная Армения, принесшая в жертву около полтора миллионов армян в результате геноцида, осуществленного Турцией. На мероприятии президент Франции не пригласил президента Западной Армении, пригласив президента Эрдугана. Однако во Франции во время патриотических церемоний флаг Западной Армении поднимается все чаще. Избирательная память французских властей о ценностях, которую мы должны совместно защищать, иногда удивляет. Мы помним решение административного суда, который аннулировал меморандумы о дружбе между городами Франции и Арцаха. Герб Киликии, который также является флагом Киликии, позже был скопирован Грузией. Дань памяти всем. Уроженцы Западной Армении Патрик Деведжан. Патрик Деведжан родился во французском городе Фонтембо. Отец родом из Фаса, мать родилась во Франции. Семья Деведжана по отцовской линии переехала во Францию в 1919 году в годы геноцида, совершенного против армян. Их спас сосед турок. Патрик Деведжан, французский политик, возглавлял ряд выборных и назначаемых должностей от мэра до депутата и министра. В период правления Николя Саркози Деведжан занимал пост министра. В борьбе на пост министра юстиции был главным кандидатом. После правления президента Саркози был включен в Национальное собрание Франции в качестве высокопоставленного представителя Союза народного движения. Армянская идентичность, исламизированные армянские женщины. После окончания Первой мировой войны многие армянские организации и иностранные миссионеры помогали женщинам и детям освободиться от плена. В спасательные миссии превратились в крупномасштабные операции и полные опасности. Датская миссионерка Карен Эппе сотрудничала с лидерами арабских аширатов до 1928 года. От мусульманского плена удалось спасти 2000 армянских женщин и детей. С ее помощью в ряде мест были созданы дома для вдов, где нашли приют многие армянские женщины, ставшие жертвами жестоких мучений. Много добровольцев заплатили свою жизнь за участие в спасательных работах. Многие армянские женщины погибли при попытке побега. Похищение армянских женщин и детей в дальнейшем усиливало их спасению. Одна из самых трагических и драматических страниц политики геноцида, осуществленная османским правительством в отношении армянского народа в начале XX века. В деле внесения в общественную литературную повестку и начало публичных обсуждений проблемы исламизированных в годы геноцида армянских женщин в Западной Армении неописуема велика меморарная повесть «Ветхия Читина. Старшая мама», которая является одной из самых влиятельных книг, написанных на эту тему. Однако отличается от других подобных произведений тем, что описание фактов приправлены высокой художественностью, что придает книге не только документальную, но и художественную ценность. Книга сыграла стимулирующую роль в углублении армянской тематики в турецкой литературе. Внесла большой активность в общественные и литературные круги. Мониторик культурного наследия Арцаха Monument Watch Orksite пишет. 18 марта 2023 года в оккупированном селе Талиш Мартакерского района президент Азербайджана объявил о переселении в село 20 азербайджанских семей, оставляя в стороне угрозы озвученные с выступления Алиева в адрес армян, оставляя в стороне тот факт, что заселение азербайджанцами села Талиш является нарушением положения трехсторонней декларации, подписанной 9 ноября, мы хотели бы обратить внимание на следующую картину. На распространенных снимках видно, что здесь, на главной дороге в село, рядом с жилыми домами, также была построена небольшая площадка, которая, судя по примерам других населенных пунктов, оккупированными азербайджанцами, вероятно, является площадкой для поднятия флага. Сравнивая спутниковые аэрофотоснимки с существующим изображением, можно утверждать, что она построена на месте бывшего жилого дома. Здесь находится монастырь Галхо-Банк или Орека-Банк, крепость и усадьбы Мелик-Бегаларяна, церковь Сурб-Аст-Ацина и другие памятники. Еще один важный памятник, расположенный в селе Талиш, князерский дворец, принадлежащий правителям области Гюлистан-Мелик-Бегаларяна, был построен в XVIII веке. В Талише есть также построена в XIX веке церковь Сурб-Аменапартич, вышеупомянутые памятники, окруженные другими образцами армянской культуры, что свидетельствует о том, что в разные века здесь проживало большое армянское население. Жилища, разрушенные в результате реконструкции села, не единственное проявление азербайджанского этноцида. Объединив множество видео и фото, появившихся в интернете после 44-дневной войны, мы уже установили, что азербайджанцы разрушили памятник возрожденной Талиш, в том числе сельскую площадь с множеством стел и хачкаров. Институт предвращения геноцида Лемкина, как независимая международная неправительственная организация, после войны направила пять сигналов красной карточки Азербайджану, квалифицировав его действия как геноцидальные. Создание нового азербайджанского поселения за счет исторического поселения армянского Талишского района Арцаха является культурным геноцидом, целью которого уничтожение армянского следа. Объявление исторического Талиша азербайджанским явно нарушает фундаментальные принципы культурной самобытности, историчности, аутентичности и целостности территории, которые вытекают из нардского документа 1994 года о подлинности культурного наследия, принятого Японии. Правительство Западной Армении осуждает все формы устранения следов жизни армян, благодарит за проводимый организацией мониторинг, поскольку он укрепляет наши усилия и обязывает международные структуры быть бдительными. Осуждает бакинские власти, которые никоим образом не соответствуют положениям стандартов, принятых при международных организациях. Ответ Урсула фон де Ляйен женщинам Арцаха. 1 февраля женщины Арцаха армянские матери обратились с плакатами и призывами главе делегации Евросоюза в Армении. Послу Андрея Викторин с просьбой передать письмо председателю Еврокомиссии матери семерых детей Урсула фон де Ляйен. В письме матери Арцаха написали, что Арцах находится в блокаде с 12 декабря 2022 года. Холодной зимой нарушаются основные права на жизнь, здоровье и образование 120 тысяч жителей Арцаха, в том числе 30 тысяч детей. Представляем отрывки ответа Урсула фон де Ляйен, где она благодарит женщин Арцаха за письмо и шлет ответное послание. Спасибо за ваше открытое письмо, которое я получила через делегацию Европейского союза в Ереване. Европейский союз глубоко обеспокоен событиями вокруг Бердзорского коридора, продолжающиеся с декабря прошлого года. Мы понимаем, что ограничения передвижения вдоль Бердзорского коридора являются серьезной проблемой для местного населения и создают опасения гуманитарного характера. Позвольте мне заверить вас, что Евросоюз продолжает мобилизировать дипломатические усилия для урегулирования ситуации и неоднократно призвал Баку и всех других вовлеченных лиц принять меры для обеспечения свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с обязательствами, вытекающими с трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Правительство Западной Армении констатирует, что находящийся в блокаде с 12 декабря 2022 года Арцах, который не по воле оказался в центре внимания всего мира, как мы неоднократно отмечали, по разным поводам и с разных площадок, формируется новая геополитическая карта мира, которые, хотят они того или нет, без армянского Нагоря, республика Западная Армения и ее провинции, одной из которых является Арцах, не может быть сформирована. Последние стремительные события заставляют считаться с нами и реагировать на многократно озвученные нами заявления жалобы. Мы надеемся, что международная структура наконец в состоянии принять правильные и справедливые решения, которые будут исходить из интересов всего человечества. Безнаказанность порождает новые преступления и трагедии. 9 апреля в отремонтированной и вновь открывшейся церкви Субки Ракостя Гранакерта впервые после восьмилетнего перерыва был отмечен один из важнейших праздников армян-христиан – Затык. Напомним, что церковь Субки Ракостя Гранакерта пострадала во время вооруженных столкновений в 2015 году. Литургию и религиозный обряд проводили прибывшие из Константинополя армянские священнослужители. В армянской церкви села Вагыф, пострадавшей от землетрясения в провинции Хаттай, литургия не проводилась. Для верующих праздник проходил в зале возле церкви. Большинство крестьян, временно отбывших в Константинополь после землетрясения, вернули в деревню на праздник Затык и приняли участие в литургии. И в завершение новостей послушаем песню в исполнении Мани Григориан. Мани Григория Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Мани Григория Мани Григория Мани Григория Мани Григория